Саванна африканская. Какими климатическими явлениями приходится бороться жителям Саванны? Жителям Арктики приходится бороться с холодом, низким количеством света зимой и так далее. А Саваннам жителям? Саванна. Жара, во-первых, перегревезная опасность, во-вторых, мало воды не совсем верно. Но кто географию лучше себе представляет? В Саванне не то, чтобы мало воды. Так же, как в степи, не то, чтобы мало воды. Нерегулярно выделяются засушливые сезоны и дождливые сезоны. Во время дождливого сезона воды предостаточно. Нерегулярное появление осадков славно. Итак, жара, нерегулярные осадки – это основные проблемы Саванного звенья. И последний вопрос из географии-астрономия. Полдень. Где находится Солнце? В Африканской Саванне вы гуляете, да? По часам полдень, где Солнце? Строго над вашей макушкой. Это понятно? Ну, а теперь не из географии вопрос, а чисто опирающийся на вашу жизненную практику. Где-нибудь вы в Крыму или в Турцию или в Египте, на улице плюс 30. Что, на самом деле, для местных жизней не так и жарко, но если вот только что приехали из Москвы. Для вас плюс 30 – это как? Жарище. Так вот, первое время – лучше в теньке или сразу на Солнце вылетать? А почему в теньке лучше? Дело в том, что когда вы в тени, перегрев угрожает не настолько сильно. Находясь в тени, не получаете энергии инфракрасного излучения от нашей звезды по имени Солнца. В тени ее нет. Вышли на Солнце, дополнительная энергия разогревает вашу телу. И давайте подумаем. Зверь с вот такой четверонугой комплекцией. Не только мартышка. Любой зверь. Леопард, антилопа, заяц. Вот если он четверонугый, полгимет. Какая часть его тела будет освещена? Спина. Да, вся спина и все темя. Не забывайте, голова тоже. Вот площадь нагрева. А теперь берем зверя такой же массы или даже больше массы и ставим на две ноги. А у него полгимет. Какая часть тела будет освещена? Голова и плечи. А еще что-нибудь будет? Вопрос. Кому страшнее перегрев? Четверонугая. Серьезно сложнее четверонугому зверю. Почему площадь нагрева намного выше? Так вот, какая история произошла около пяти миллионов лет назад с человекообразными обезьянами, которые вышли в саванне? Выходят, как я уже сказал, многие. И мартышки вышли, и павианы вышли, и человекообразные вышли. Но у человекообразных исходно руки длиннее ноги. А значит, положение позвоночника у выпрямившегося. Согласны? Согласны. Это значит, и череп, и таз уже начали систему изменений, которые необходимы для выпрямленного положения. Челюсти покороче, затылок расширяется, затылочные отверстия уезжают, подвздошные кости также расширяются, то есть заготовка у них есть. Ну а теперь смотрим, что будет с леопардом, который решил пообудиться в полдень. А он вскипит. Просто сварится в смену. Что будет с этим лоббой, которая решила побегать в полдень? Ровно то же самое. Поэтому в саванне два пикоактивности. Каждые сутки в саванне два пикоактивности. Первый, когда несколько часов до рассвета и три, от силы, четыре часа после рассвета. А затем в середине дня. В середине дня, часов до шести-семи, длинная дневная пауза, сиеста. В это время двигаться смертельно опасно. Кому угодно опасно. Что угрожает? Перегрев угрожает. Кстати, кто понимает, а какие неприятности при перегреве случаются? Какие клетки телом углекопитающего и вообще позвоночника? Самая капризная. Самая капризная клетка. Да нейроны, конечно, нервные. Поэтому при повышении температуры выше критической, нейроны просто отказываются формировать нервный индус. Они пока еще не гибнут сами, они живые. Только они не шлют нервный индус. Ну и что будет, если у вас очередной сигнал не прошел к дыхательной мускулатуре, которую совершают вдох и выдох. А у вас встало дыхание. Если у вас не прошли сигналы, регулирующие работу сердца. Сердце утратил способность регулирования. И так далее. Начинается система безобразия с потери сознания. Если при этом нерв вынести пострадавшего на хлопок, как вот не охладить его, дело кончится плачевно. Перегрев в смертельно опасном состоянии. И у четвероногих животных в полдень в саванне возникает серьезнейшая опасность перегрева. Пять миллионов лет назад вот эти друзья вышли в саванну. Им тоже плохо. В полдень плохо всем. Но если они пихнули антилопу и погнали, схватили дубину из дубины, еле-еле, почти теряя сознание, гонимся за антилопой, вопрос, кто первым потеряет сознание? Антилопа, она четвероногая, у нее площадь проекции выше. А нужно ли в это время заботиться о том, что придет злобный лев и отнимет всю добычу? Нет, злобный лев лежит в тюрьке и дышит в устанут язык. Даже не дай бог он куда-нибудь пойдет. В результате возникает странненькая такая группа наземных приматов, отвоевавшая экологическую нишу не в пространстве, а в окрине группа полуденных охотников. Группа существ, которая могла сохранять активность в самое тяжелое время суток в саванне, в районе полной, когда все остальные теряют активность на ныне. Но для того, чтобы полностью воспользоваться преимуществами, выгоднее находиться в полу-выпрямленном положении или полностью выпрямиться? Полностью. Вот это преимущество оказывается решающим. Если я полностью выпрямился, я не умираю в полгене. А это значит, в течение нескольких часов мы просто цари саванны, делаем что хотим. Но перед наступлением сумерек необходимо уйти в укрытие. Потому что тогда активизируются уже другие цари, с которыми нам не конкурировать. Хорошо. В результате возникла вот такая двумогая обезьяна. Кто знает, так называется, первая группа двумогих приматов, останки которых найдены в Африке, они обитали только в Африке. И древнейшие из них как раз около 5 миллионов умеют возраст. На самом деле, меньше немножко 5, там 4,7 миллиона. Да, прошу. Австралопитеки. Что означает это слово? Австралиус. Кто знает, как переводится на русский название материка Австралия? Вообще значение слова Австралиус. Да все очень просто. Южный. Австралия, переводится на русский, просто Южный Катинюк. Хорошо. Итак, первый корень в слове Австралопитек, Южный. Питекос. А, очень просто. Питекос, обезьяна. Это расшифровка названия Австралопитек. Южная обезьяна. Они никакие не люди, они именно что обезьяны. Но обезьяны, которые уже встали на две ноги. Двуногая покупка. Известное порядочное количество огменевших останков. Австралопитеков. В настоящее время счет идет уже на десятки особей. Ну, там сотни, наверное, подбираются. Ясно, что ни одного полного скелета никогда найдено не было. Это всегда фрагментарная некоторая композиция. Но за счет многочисленности нахождения реконструкции сейчас, конечно, полная. Сейчас я вам покажу одну из интереснейших, в этом смысле, находочек. Чтобы хотя бы немножечко показать, где расположены основные места находок Австралопитеков. Несколько непривычно на этой карте океан показан не синим, а почему-то красным. Но это уж на совести составитые ресурсы. Понимаете, что это восточная часть Африки. А вот это что за зеленое пятно здесь? Это Мадагаскар, естественным образом. Известнейшее местонахождение восточно-африканское находится в районе Великого Римского разлома. Вот здесь проходит разлом, в котором образовали знаменитые Африканские озера. И чуть севернее, в районе Эпиопского Нагоря, в восток от Эпиопского Нагоря, находится знаменитый Афарский треугольник. Ну и еще одна группа находок из самого-самого юга Африки. Там тоже свои места, где очень много находок сделано. Так что, видите, что это обширная. Вся восточная часть сантимента. В чем дело? Что на Западе Африки что не живут? А про Запад Африки мы ничего не знаем. Дело в том, что в условиях влажного тропического леса опоминевание останков не происходит никогда. Это слово о том, что нам остаются останки живых существ. Вот там как раз останки. И они успешно сгнивают в первые несколько лет. А условий для минерализации там не существуют. Поэтому, что было в западной части Африки, мы просто не знаем. Оттуда материалы. Но никаких соображений, которые бы запрещали ровно такой же истории происходить и на Западе, не существует. Просто правоосток мы точно знаем. Отсюда накопки везут. Ну, вероятно, в западной части примерно то же самое было. Ну, и теперь такие накопки. Ага. Вот это одна из известнейших. Дело в том, что абсолютно всем уникальным антропологическим накопкам присваиваются имена собственные. Если вы скажете антропологу, что надже прошла новая информация по черепу Бэйби, он сразу поймет, о ком идет речь. Бэйби, называя отличным, уникальным сохранившим череп юного ребенка Африки ТЭКа в возрасте порядка 8-9 лет, который был впервые описан Раймоном Дартом в 1920 году. Это просто первая накопка Африки ТЭКа. Назвали Бэйби. А вот это самая полная накопка. В данном случае видно, какие скелетные части найдены. Они выделены на скелете желтым. Смотрите, большая часть черепа найдена. Найден район ключевого сустава, здесь ключевой пояс. Найдены полаги пальцев, район локтевого сустава. Полностью колено, полностью стопа с одной стороны. Ну, вы понимаете, что достаточно одно, потому что это симметрично станут. Вот такая полнота накопок для Африки ТЭКа больше не повторялась ни у кого. Это уникальная по полноте. И автор этой уникальной накопки Джо Бенсон, когда они поняли, что они нашли в Африческом треугольнике, то они, естественно, устроили вообще празднество необычайное. Всю ночь в археологической экспедиции и всю ночь играли бетлы. Любимые тогда всеми бетлы. А поскольку кассетка была одна-единственная, повторяли просто до бесконечности. И там была одна из таких песен Люси Даймондсен Дэшкэйт. Люси с бриллиантами в небе. И к утру уже всю эту накопку совершенно однозначно называли одним именем. Догадайтесь, каким? Люси. Вот она, знаменитая Люси. Взрослая самка астралопитека, астралопитека Апарского. Астралопитека Сапаринсис. Самый мелкий из известных видов. Взрослая самочка была высотой порядка метра пяти, метра шести. Ну, то есть вот такая примерно. Это взрослая существо. Неоднократно рожала. Никто ее не съел. Судя по характеру захоронения, просто, ну, грубо говоря, от старости скончалась. Причем в очень удачном для полиангологов месте на околе озера, где ее тело было быстро занесено озерными отложениями, что позволило перейти в резервную сферизацию. Астралопитека было много разных. Люби, Бэби и астралопитеки Африканские, чуть более крупные, они до 40 килограммов такой высоты были. А бывали и очень мощные. Допустим, ракустная форма, килограмм было 50-70, более мощным тяжелым скелетом, совершенно неисичная. У них абсолютно малюсенькие резцы и плыки, зато гигантские и покрытые очень толстой эмалью коренные зубы. Могучая нижняя челюсть. Самого известного из них парантропа даже прозвали щелкунчик. Знаете, есть такие деревянные щипцы для раскалывания орехов. Вот такая челюсть гигантская. Растительно-ядные были парантропы. Вот это массивное крупное существо. Растительно-ядные были парантропы.